Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Для вас это не проблема, для меня отличная мотивация снимать как можно чаще. Ну и также, ребята, если вы новенький, обязательно прожимайте подписочку, прожимайте колокольчик, усадьтесь поудобнее. Не сегодня серия у нас стартует матчем против Баварии. Это, ребята, предпоследний тур, давайте взглянем пока что на бомбардирскую гонку в Лиге Чемпионов. Иван Ракитич из Севилии забил 4 гола в 4 матчах, так же как и Антуан Гризман в Атлетико Мадрид. Здесь есть также Ибрагимович, здесь есть Бензима, Суарас, Модрич, Неймар, Бернат, Морена, Коман. А где же наши, ребята, из наших здесь я пока никого особо не вижу. Динамо, Киев и действительно, ребята, из наших, видимо, даже по 2 гола никто не забил в Лиге Чемпионов, что странно. На самом деле, ну вот Мемфис Де Пай хотя бы 2 голевые есть и так же 2 голевые у Фрэнки Де Йонга. Что касается, ребята, стартовых составов, они у нас выглядят следующим образом. Мне в комментариях начинают частенько писать о том, что убери Агуэра, у него сейчас проблемы с сердцем в жизни. И, в общем, ходят слухи о том, что он может завершить карьеру. Кто-то говорит, что уже завершает, кто-то опровергает. В общем, пока не ясно, но, ребят, я, честно сказать, не хочу вот такие вот моменты как-то связывать с игрой. В игре Агуэра у нас есть, пускай пока играет. Я все равно собирался его в конце сезона менять, так что посмотрим. Удалить его я уже никак не смогу, если действительно он завершит карьеру в жизни. Ну и все-таки кто-то говорит, что это суперреализм, но при этом предлагают купить очень много футболистов, которые совершенно нереалистичны для Барселоны. Так что здесь, в принципе, есть такие куча противоречий. Мы пока играем, ребята, так. И давайте тогда начинать первый матч против Баварии. После этой игры у нас два матча в чемпионате. Один из них будет с лидером в турнирной таблице. Так же, как и мы, команда идет в верхней части. Ну а второй матч, по-моему, с Бетисом, если я не ошибаюсь. Они где-то в середине. И, возможно, его мы с вами просимулируем. А после завершения серии у нас будет еще одна игра в Лиге Чемпионов. Это завершающий шестой раунд игра против Бенфики. Мы, ребята, принимаем Баварию у себя дома. В первом матче мы сыграли 1-1. И, в принципе, игра была такая, знаете, довольно активная в обе стороны. Команды атаковали. Команды бились на футбольном поле. И ничья, наверное, была закономерным результатом. Если сейчас даже мы проиграем Баварии, мы все равно останемся на первом месте. Но мне хотелось бы как минимум сыграть ничью. А тем более, если мы играем у себя дома, нужно все-таки стараться играть на победу. Бавария вот вроде бы играла в ничью-в ничью. Где-то им не хватало очков. Но потом одна победа смогла их вывести сразу же на второе место. Вот сейчас здорово. Дембеле открывается. Шикарная передача. Дальше Куна Гуэра. Мэмфис Депай. Удар по воротам. Это просто, ребята, красота. Быстрая атака Барселоны. Седьмая минута. И Мэмфис Депай. На данный момент лучший игрок вообще, мне кажется, в нашей команде. Забивает свой очередной гол. Ну и здесь вся атака получилась. Очень классный. Дембеле. Куна Гуэра. Мэмфис Депай. Ну и никаких шансов у Мануэля Нойера. 1-0. Вот это быстрое, хорошее начало. И все началось с потери Баварии на нашей половине поля. Также многие спрашивают про Гонсалеса, молодого футболиста Барселоны. Я посмотрел, у него рейтинг не особо большой, но у него 4 звезды на финтах. И я взял его сегодня на замену. Таких футболистов на самом деле интересно, мне кажется, покупать в другие клубы и развивать их там. Как раз давать шанс поиграть. Пытаться их развить. Ну а в Барселоне, когда у тебя и так очень насыщенный центр поля, к сожалению, мне кажется, в нашей карьере, ну, такие игроки не особо смогут развиться. Но в жизни, тем не менее, он выходит играть. Момент. И вот так вот Бавария сравнивает. 20-я минута, ребята. Роберт Левандовский оформляет гол. С Баварией тоже не стоит шутить. Это все-таки, ребята, не какая-то дворовая команда, где можно, забив легко, уже рассчитывать на победу. Здесь хорошая стеночка Томаса Мюллера и Роберта Левандовский. И тот тоже точен. Не оставил шансов Терштегену. И у нас, ребята, 1-1. Кингс Лекоман. Его пытается встретить Сержа Роберту, который сегодня вышел вместо Деста. Дал я Десту отдохнуть. И здесь Бавария начинает продавливать. Передача в центр. Опасно. Ну хорошо. Пике. Молодец. А сейчас Ансу Фати нужно бежать. Хорошая передача пошла от Куна Гуэра. Фати. Он все-таки продавил соперника. Получилось. Делал передачу. Мемфис Депай. Куна Гуэра. Передача на Жорди Альбу. Вообще хотел Фати найти этим басом. Жорди Альба. Можно простреливать. И здесь спасает защитник Бавари. Удар по воротам. Терштеген потащил. Жорди Альба. Хорошо. Да не особо далеко. А это, по-моему, Томас Мюллер. Да. И он нас просто прощает. Куна Гуэра. Можно перевести на Дембеле. Дембеле. Ну же. Удар. Красота. Дембеле, ребята. 43-я минута. 2-1. Вот и мы показываем, что можем, ребята, забивать. Классный черпачок Куна Гуэра. Между прочим, вторая его голевая передача. Ну и как же здесь Дембеле поймал. Этот мяч и пустил его слева и в дальний угол. 43-я минута. Второй гол Дембеле в пяти играх. И, ребята, под занавес первого тайма мы выходим вперед. Динамо и Бенфика пока играют 1-1. Динамо никак не может завоевать хотя бы первую победу. Ну а Бенфика пока никак не может приблизиться к Баварии, которая пока уступает. Но стоит отметить, они хороши были в первом тайме. И у нас было не очень много моментов. Просто получилось реализовать то, что мы создали. Паст-центр. Удар по воротам. И мешали защитники Мануэлю Нойеру. Но он все-таки дотянулся до мяча и смог его потащить. У нас 59-я минута. Дембеле передача. Мэмфис Депай, Куна Гуэра. И третий мяч в воротах. Вот и Агуэра, ребята, забил. Вот и его гол на 60-й минуте. Здесь уже партнеры его наградили хорошей передачей. Бавария провалилась на правом фланге. Дембеле, Депай и Агуэра. Но вот если в первом матче у нас была еще не самая лучшая сыгранность, то сейчас, ребята, команда на хорошем ходу. Это Гнабри бил поворотом. Но Арауха в подкате блокирует этот удар и будет угловой. По штрафную удар поворотом. Это гол, ребята. Это гол Бавария. Не намерена сдаваться. Разыграли здесь на коротке. Кимих делает подачу. И, по-моему, Сабицер выскакивает и перебрасывает Терштегина. Да, 65-я минута. Сабицер делает счет 3-2. Пять голов забили команды на двоих, а играть еще практически полчаса. Забросик на Педри. Педри пытается перебросить Мануэля Нойера, но это было очень далеко. Канагуэра. Передача на Мемфиса Депай. Тот забрасывает на Рики Пуча. Пуч несся в штрафную, но мяч до него в итоге не дошел. И последняя пятиминутка. Пас на Мемфиса Депай. Депай можно подавать на дальнюю. Дембеле открыт. Удар поворотом. Если бы получилось пробить ногой. Но так, ребята, остается 30 секунд. Я думаю, Бавария уже не успеет дойти до наших ворот. И пора свистеть. Арбитр. Это победа 3-2. Домашняя победа над Баварией. И мы остаемся в лидерах. Турнирные таблицы. Зрелищная, красивая игра. Много голов. И, ребята, давайте посмотрим, как сыграли Динамо и Бенфика. Ну и по статистике. В принципе, игра была опять плюс-минус равной. У Баварии чуть больше владений. У нас чуть больше ударов. Но по ожидаемым голам мы могли забить еще. Бенфика выиграла у Динамо 2-1. Бальде, ребята, отправился от полученной травмы. И уже готов тренироваться. Сейчас нас ждет игра против Вильяреала. Это выездная игра. И пока мы лидируем как раз-таки над Вильяреалом в 6 очков. Это хорошо. Сейчас мы можем, так скажем, немножко увеличить отрыв. Но мадридский Реал, смотрите, дышит уже в спину. И как мы видим, Мемфис Депа сейчас находится на третьем месте в бомбардирской гонке. У него 8 забитых голов. Давайте, ребята, отправляться. Вот такие вот стартовые составы. И поехали. Мы смогли выиграть у Баварии. Но сейчас нужно уже настраиваться на игру в чемпионате. И игра между первым и вторым местом. Мы уже обыгрывали Депортиво Алавес. Когда они шли на втором месте. И обыграли их довольно крупно. Посмотрим, что сейчас сможет продемонстрировать Вильяреал у себя дома. Снова изменения в составе. Сегодня вернулся Дес. Сегодня с первых минут вышел Педри. Вместо Фрэнки де Йонга. Ну и посмотрите. Вильяреал сразу активно пошли в атаку. Ну и также в центре обороны сегодня Лангле. И Арауха. И первая желтая карточка. Вот так вот активные действия футболистов Вильяреала наказываются. Но нужно поаккуратнее играть. Все-таки это не бои. Дембеле подача. Куна Гуэра удар по воротам. Вот так вот Барселона наказывает. Сразу же на четвертой минуте. И Куна Гуэра забивает гол. Дембеле сделал хороший навес на дальнюю штангу. А там был совершенно один Куна Гуэра. Странно немножко, что Галкипер остановился. Если мне кажется, он бы продолжал движение, то мог бы, наверное, перекрыть угол. Это восьмой гол Агуэра. Он тоже забивает у нас немало. Это штрафной удар. Это может быть опасно. 27 метров до ворот. Пареха. Берет разбег, бьет по воротам. И мяч летит выше. Куна Гуэра неплохо. Педри. Передача на Ансу Фати. Фати. Удар в дальний. И перекладина. Ну, Фати начал хотя бы обстреливать ворота, а не бить в сторону углового флага. Но здесь отлично летел мяч. Чуть-чуть бы, может быть, послабее. И он бы мог оказаться за шиворотом Галкипера. Опасный перевод мяча на левый фланг. Дест здесь пытался сдержать соперника. Получил пас за спину. Но молодец Арауха. Подстраховал. Дест. Он сместился со своего фланга. Вот и удар по воротам. И надо играть к центру. Хорошо. Почти Депай зацепился. Как трибуны начали поддерживать. Сейчас Вильреалонь гонят команду в атаку. Опасно. Терштеген, выходи. Терштеген спасает. Здорово. Но соперник все ближе к забитому голу. Нам нужно подсобраться. Удар. И еще один момент. Кунагуэра. Передача на Фати. А вот сейчас можно убегать. Фати. Один раз сегодня он уже попал в перекладину. Ударили Фати немножко по ногам. Простреливай. Чуть-чуть бы быстрее. И там Фати мог оказаться как раз между двух. А так первый тайм завершен. И у нас пока 1-0. Да нет, смотрите, ребят. По ударам 4-4 мы чуть-чуть приподнялись по владению мечом. По ожидаемым голам 1-7 у Вильреала 0-7. Мы продолжаем. Я, если честно, думал, что у Вильреала моментов было больше. Но как показывает статистика 4-4. Но, знаете, иногда я этой статистике в Фи-Фе не верю. Потому как бывает так, когда ты создаешь уйму моментов. Тебе показывают буквально парочку. Это Дест. Передача на Депая. Кунагуэра. Агуэра здорово. Прокинул удар Агуэра. И потащил ротарь. Жорди Альба. Снова Кунагуэра. Тонкий пас на Мемфиса Депая. Ну же, Агуэра. Кати. Это было красиво, ребята. И Кунагуэра делает дубль. Педри. Здорово. Кунагуэра. И клади в дальний. И Агуэра не попадает. Это был шанс на хэт-трик. Подача в штрафную. Удар по воротам. Терштегин с ленточки тащит. Вот и еще один момент. Замены. Замена у Вильреала. Тренер пытается всячески изменить ход этого матча. Подача. Арауха. И просто на вынос. Просто сыграем, ребята, на вынос. А там еще и Агуэра поборется. И посмотрите, как он забросил на Мемфиса Депая. Депай. Что творит Депай на ложном замахе? Убирает соперника. Бьет по воротам и забивает гол. Это просто фантастика. Это, ребята, просто фантастика. Но что сотворил Агуэра? Агуэра. Как он выцепил этот мяч и выдал шикарную передачу на Депая, который на одном замахе усадил защитника Вильреала. Ушел к воротам и забил свой девятый мяч. У нас выходит Пике вместо Арауха и 15 минут до конца. Дембеле удар по воротам. Потащил вратарь. У нас выйдет Гонсалес и Пуч. Это Педри. Педри. Удар и 4-0. Ну вот, ребята, мы начали пользоваться своими моментами. И здесь уже Педри на технике красиво раскачал оппонента, прокинул в штрафную и пробил в дальний угол. 4-0. Мы снова громим ближайшего преследователя. Ну вот, если такая команда, как Бавария, навязывала нам хорошую борьбу, то Вильреал даже дома показать особо ничего не сумел. Ну нет, у них были моменты, они могли забить, но реализовать не вышло. Все-таки один они забивают. Гоу, престижа есть. Здесь Пике не дотягивается, и Бора уже в добавленные минуты забивает гол. 4-1. 4-1. Вот здесь вот немножечко Пике не дотянулся, но и Бора уложил в дальний очень аккуратно. Ну и, ребят, смотрите. 7-11 по ударам. 2-4 гола было бы у Вильреала по ожидаемому. У нас 5-2, в принципе, примерно как раз на это команда и наиграли. Новые данные о наших футболистах из Молодежной Академии. Божняк, мы его можем уже отсеять, потому как рейтинг 79 максимальный нам не интересен. Вот этих двух парней, я думаю, мы еще можем посмотреть. Но, опять-таки, это все как-то очень вяленько, и вряд ли они окажутся у нас в составе. Как я и говорил, ребята, матч против Бетиса мы с вами сейчас быстренько просимулируем. Вот они составы и смотрим, как завершилась игра. Надеюсь, что это победа. Да, это победа в Дест, Ансуфати и Дембеле, авторы забитых голов. Хоть мы и лидируем сейчас в турнирной таблице Лиги Чемпионов, я все равно хочу сыграть эту игру, посмотреть, что у нас из всего этого получится. Тем более, Бенфика вышла на второе место. Это будет тоже интересно посмотреть, сможет ли Бавария обыграть Динамо. И плюс, мы сегодня выпустили побольше резервистов. Каутиньо, Педри, Пуч. Также Гарсия сегодня выходит. Если что, у нас выйдет Бальде, Гонсалес. В общем, дал ей отдохнуть также Агуэра. Ну и, ребята, сейчас быстренько поменяем форму и отправимся на матч. Так-так-так, давайте. А, ну у нас и так стоит Лига Чемпионской. Хотя давайте гостевую поставим, чтобы было отличие. И поехали, ребята. Сегодня также на эту игру с первых минут выходит Филипп Каутиньо. Я поставил его вместо Фати. У него есть небольшой минус из-за позиции. Но я думаю, Каутиньо сможет сыграть левого форварда. Ну а Фати нужен отдых. И нужна игровая практика Филипп Каутиньо. Это, ребята, финальный тур группового этапа Лиги Чемпионов. Мы уже вышли в 1-8. За это можно не переживать. Кто выйдет из команд. Также в 1-8 из нашей группы мы узнаем. Бавария или Бенфика. Ну и если сейчас, в принципе, Бавария выигрывает у Динамо. А мы обыгрываем Бенфику. То Бавария будет второй команды. Неплохо пока на коротке разыгрываем. И вот сюда в центр. Фрэнки Де Йонг. Удар по воротам. Это было, ребята, красиво. Разыграли с откатом назад. И Фрэнки Де Йонг здорово забежал под удар. Но не попал в створ. Гарсия. Молодец. Выставил корпус. Не пустил вперед соперника. Но в итоге потом потеряли мяч. И снова Бенфика идет в атаку. Эвертон. Джао Марио. Снова Эвертон. Эри Гарсия. Подштрафную. Получилось отбиться. Ну и сейчас надо бежать вперед. Мэмфис Де Пай. Фрэнки Де Йонг. Ускоряется Де Йонг. Прямо с центра поля рванул. Можно играть на Де Пай. Де Пай в противоход голкиперу. Вынимай. 1-0 Мэмфис Де Пай. 34-я минута. Ну и здесь конечно стоит отметить рывок Фрэнки Де Йонгу. Он очень здорово отдав много сил. Рванул с центра поля. Увидел Де Пай. И тому нужно было только попасть. И снова Де Пай. Здорово. Филипп Каутиньо. Передача сюда налево. Жорди Альба. Подача в штрафную. И у Де Пай буквально с головы снимают мяч. Качнул соперника Педри. И неплохо пробил. А здесь отложенная карточка. Рафа ее получает. За фолл на Филипп Каутиньо. И ребята. 5 минут до конца первого тайма. Подача есть. Удар по воротам тоже перекладина. Ну же. Педри. Мяч не лег на ногу. А это атака Бенфики. Передача в центр. Штрафной будет ли удар. Удар по воротам есть. Эрштеген потащил. Я, ребят, в перерыве меняю. Также Дембеле и Жорди Альбу. У нас выходит Гави и Бальдем. Очень много молодых игроков на футбольном поле. И там еще остался Гонсалес на замене. Он, я думаю, тоже чуть попозже появится на поле. Пытается Бенфика сейчас очень неплохо прессинговать. Но пока у нашей команды получается. Игра в одно касание. Здесь передача не прошла. Но мы остались с мячом. Это Дест. Можно подавать на дальнюю. Фрэнки Де Йонг летел на мяч. Но в итоге до него не добрался. Но сейчас молодые ребята могут как на кураже забить еще. Так же на кураже и могут пропустить. Эрик Гарсия. Неплохо. Тонкий па штрафную. И как же здесь Терштеген-то не забрал мяч. Мяч едва-едва ему катнули. Но он от него отскочил. И на добивании первым успевает игрок Бенфики. Посмотрим еще раз. Вот здесь смотрите. Несильным удар был. Но Терштеген почему-то не смог его забрать. В итоге 1-1. Эвертон забивает свой очередной гол. И Бенфика, ребята, сравнялась. У нас, ребята, команда начала немножко валиться. И еще один момент. У нас, ребята, последние 10 минут. Бенфика снова идет в атаку. Нам неплохо было бы попробовать организовать какой-то финальный штурм. Но Бенфике сейчас очки нужнее. И я думаю, они захотят еще забить. Еще момент. И снова, ребята, опасно. Но вот здесь уже Терштеген потащил. Жао Марио слева и крутил в дальний. Под ногой Гарсии пролетает мяч. И вот тут Терштеген дотягивается. Вот в таких моментах он играет уверенно. Пытался качнуть соперника. И все. В итоге, ребята, ничья. Давайте взглянем, как сыграла Бавария. Ведь кто же, кроме нас, вышел в 1-8 лиге чемпионов. Ну и по ударам, как и по счету, игра была весьма равной. Бавария разгромила киевская Динамо. А значит, что они идут так же, как и мы в 1-8. Мы, ребята, посмотрели на почти полный состав наших молодых футболистов. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромнейшее спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok